Многие люди считают, что, поскольку мы живем во времена высоких технологий, их следует использовать для решения практически любых проблем в нашей жизни. В конце концов, люди научились выполнять сложные операции, создавать виртуальную реальность и даже запускать ракеты в космос. Однако бывают ситуации, когда реальные проблемы можно решить только с помощью истинной судьбы и человеческих взаимоотношений. Это именно тот невероятный инцидент, который произошел в американской больнице, когда жизнь женщины висела на волоске после родов. Забегая вперед, скажу, что только благодаря одному внезапному и, казалось бы, странному решению медсестры произошло настоящее чудо, которое до сих пор никто не может объяснить. Двадцатилетняя Шелли Коля из Южной Каролины и ее муж Джереми и представить себе не могли, что однажды им придется стать главной медицинской сенсацией. Они были самой обычной парой. Они вели здоровый образ жизни и после пышной свадьбы начали планировать рождение ребенка. Оба партнера отнеслись к этому очень ответственно, когда Шелли узнала, что беременна. Вместо того, чтобы просто позвонить и сообщить мужу, она устроила целое торжество. Джереми, будущий отец, был на седьмом небе от счастья. Таким образом, следующие восемь месяцев пара провела в ожидании, пока однажды врачи не сказали им, что их ребенок в опасности и что им необходимо срочно сделать кесарево сечение. К сожалению, рождение их долгожданного малыша едва не обернулось огромной трагедией. Находясь под наркозом в течение нескольких часов, Шелли до самого последнего момента держала мужа за руку, а он оставался рядом с ней и всячески старался поддержать свою любимую жену. Опытные врачи хорошо знали свое дело, поэтому операция прошла успешно, и маленькая Эмма родилась абсолютно здоровой. Джереми был так счастлив увидеть свою дочь и впервые взять ее на руки, что забыл обо всех своих тревогах. Однако он еще не знал, что с его любимой Шелли что-то случилось. Буквально через две минуты новоиспеченному отцу сообщили, что его жена впала в кому, хотя у Шелли не было противопоказаний к операции. По-видимому, ее организм не выдержал наркоза и стресса. У Шелли образовался тромб, который попал ей в мозг и спровоцировал кому. Легкие женщины быстро наполнились жидкостью, и уровень кислорода в них начал снижаться. Врачи также сообщили, что у нее было очень высокое кровяное давление и что в этот самый момент хирурги боролись за ее жизнь в операционной. К сожалению, ситуация была очень сложной, и было крайне маловероятно, что врачам удастся спасти женщину. Можете себе представить, что пришлось пережить бедному мужу, когда он впервые увидел и подержал на руках своего ребенка. Джереми хотелось прыгать от радости, но он не мог, потому что в это время врачи боролись за жизнь его любимой жены. Все, что он мог сделать, это надеяться на чудо и ждать, пока врачи сделают свою работу. Стоит отметить, что около часа манипуляции не дали никакого эффекта, и когда хирурги уже готовились к худшему, медсестре Эшли Миньюз пришла в голову блестящая идея. Женщина не была уверена, имеет ли смысл то, что она предлагает, но она знала, что медицинские исследования доказали, что контакт матери и ребенка может помочь младенцам. Но что, если это может сработать и наоборот? Что, если это пробудет материнские инстинкты Эшли? После слов медсестры в операционной на минуту воцарилась тишина, но поскольку других идей не было, врачи решили ухватиться за эту последнюю возможность, хотя казалось, что это вряд ли сработает. Буквально через пару минут малышка уже была рядом с матерью. Однако, как только она оказалась рядом с Эшли, малышка сразу же заснула, и все попытки разбудить ее оказались тщетными. Тогда оставалось только одно. Медсестра взяла спящую малышку на руки и положила ее на грудь матери, и в этот момент малышка громко заплакала. И буквально через несколько секунд произошло настоящее медицинское чудо. Наука до сих пор не может объяснить этот феномен, но датчики показывали, что мозг Шелли начал работать. Врачи посмотрели на мониторы, удивились и пожали плечами. Идея медсестры сработала. Прикоснувшись к своей дочери, молодая мать вышла из комы, и после недели регулярной терапии Шелли полностью выздоровела и смогла держать свою малышку на руках. Сказать, что это было настоящее чудо, значит ничего не сказать, но именно это и произошло. Эта семья долго благодарила медсестру Эшли. Однако ни подарков, ни слов не хватило бы, чтобы выразить их благодарность за то, что она сделала для их семьи. В свою очередь, скромная медсестра отвердила, что придет время, и маленькая Эмма узнает, как она совершила настоящее чудо, потому что именно малышка спасла жизнь своей матери. Несмотря на то, что никто на самом деле не знает, как это произошло, у этой истории счастливый конец, и она учит нас никогда не сдаваться и всегда верить в чудеса, даже если кажется, что всякая надежда потеряна. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны на него, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!